В российском постпредстве при ООН сожалеют о принятии резолюции по милитаризации Крыма. Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский сообщил, что группы стран, в основном из НАТО и Евросоюза, таким образом поощряют Украину на новые преступления и провокации. Наш обственный корреспондент США Валентин Богданов расскажет, почему Украина так и не удалось добиться убедительной поддержки мирового сообщества, даже набрав нужное количество голосов для принятия документа. При резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в отличие от решений Совбеза, носят характер рекомендательный. Украины в Совбезе нет, и с так называемой проблемой милитаризации Крыма после провокации в Керченском проливе, Киев решил пойти туда, где союзники Вашингтона могут взять числом. Сначала западные страны отмели поправки, которые могли бы сбалансировать документ, в них были и ссылки на минские договоренности, а потом сходу приняли и саму резолюцию. Проголосованный текст мало соотносится с реальностью. В нем, например, есть призыв вывести из российского Крыма российские же войска. Неудивительно, что так много стран вообще воздержалось. Забыли в основном члены ЕС и НАТО. Сколько бы ни принимали лживых резолюций вместе с Вашими западными спонсорами, и тем, кто боится им перечить в духе ЕСовской и НАТОвской демократии, это не изменит ничего ни в Крыму, ни вокруг него. Ключ к решению всех региональных проблем, возникших после 2014 года, лежит в Киеве, а еще точнее в Вашингтоне, откуда Киевом управляют. Кстати говоря, мы обратили внимание, что даже в ходе сегодняшнего выступления украинская делегация, что называется, завралась. Господин Кислица сказал, что инцидент произошел в нейтральных водах, если я правильно понял английский язык, которым он пользовался. В то же время представитель Украины 11 декабря здесь же, в стенах этого уважаемого заведения, сказал, что инцидент и захват, по ее мнению, украинских судов произошел в эксклюзивной экономической зоне Украины. Так что мой вам совет, если уж вы врете, то врите как-то единообразно. Это повышает доверие. Видимо, от обиды киевский дипломат решил ответить заместителю нашего постпреда по-русски. Вышло, правда, как-то двусмысленно. Представляется, что в этом зале стыдно всем. Стыдно более чем четырем десяткам госпонсоров. Стыдно почти 70 странам, которые поддержали резолюцию. И не стыдно только Российской Федерации. Российской Федерации, которая за неполные 28 лет своего членства в Совете Безопасности нарушила устав этой организации неоднократно. Из тех, кто голосовал против, была и Белоруссия. В проекте отсутствуют необходимые ссылки на минские договоренности. Проект является, по сути, конфронтационным и сужает возможности для поиска мирного выхода из сложившейся ситуации. В документе не просматривается намерение внести вклад в поддержание международного мира и безопасности, а также в предотвращение вооруженных конфликтов. В документе содержится обвинение только в адрес одной стороны. Особенно странно, ведь Россия уже предъявляла доказательства того, что украинская провокация в Керченском проливе была сознательной. А потому принятие подобной резолюции – это не только попытка выгородить Киев, но и его приободрить, мол, прикроем и еще раз. Таким образом, киевский режим получает все новые сигналы о том, что ему все дозволено и все будет прощено. А во всех его грехах и преступлениях заранее и, безусловно, будет обвинена Россия. Именно Россию, безо всяких на то оснований, обвиняют в длящейся вот уже пять лет в братоубийственной войне на Донбассе. При том, что доказательства российской агрессии, которой прикрывается киевский режим, так никто и не представил. Если, конечно, не считать тех очевидных для любого эксперта фейков, которыми периодически любит потешать международное сообщество, украинский президент. Наверное, поэтому Киев намеренно и засекретил часть документов по событиям в Керченском проливе и даже был готов принести в жертву экипажи своих катеров. Украинским морякам было приказано открывать огонь по российским пограничникам. А вот при принятии резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма Вашингтон и Киев оказались в абсолютном меньшинстве. В поддержку российского проекта выступили 129 стран. Против были только США и Украина. Валентин Богданов и Иван Уткин. Вести из Нью-Йорка.